Это был смелый энергетический проект строительства самой мощной в мире гидроэлектростанции. Чтобы её построить, перегородили могучую южноамериканскую реку. Тысячи гектаров лесов и полей с уникальным животным миром и десятки тысяч домов ушли под воду. Сорока тысячам рабочих противостояли силы природы, высокая температура, угрозы губительных наводнений. Над ними нависала тень катастрофы. На строительство плотины и тайпу ушли семь трудных лет. Отчаянная битва за энергию потребовала больших жертв. Супер-сооружение. Самая мощная плотина в мире. Парана. Протянувшаяся на 4000 километров, вторая по величине река Южной Америки, уступающая только величественной Амазонке. По одному из участков Параны проходит граница между Бразилией и Парагваем. Здесь течение реки перекрывает творение человеческих рук, плотина и тайпу. Это самая мощная в мире гидроэлектростанция. Ежегодно она вырабатывает 90 тысяч гигаватт. Этого достаточно, чтобы на три года обеспечить электроэнергией такой город, как Лондон. Для строительства этого гигантского сооружения понадобилась армия из 40 тысяч рабочих и 13,5 миллиардов фунтов стерлингов. Итальянец Пьеро Санбенелли был одним из главных конструкторов плотины. Мы не сознавали, насколько сложным будет этот проект. Плотина находится в отдаленном уголке планеты. Почему именно здесь решили строить самую мощную электростанцию на планете? Перенесемся в 60-е годы. Бразилия была на подъеме. Ее экономический рост составлял 10% в год. Но и численность населения резко возрастала и уже превышала 70 миллионов человек. По прогнозам, через 30 лет она могла составить 170 миллионов. Предполагалось, что Бразилия войдет в десятку самых населенных стран мира. Экономический рост Бразилии создавал все возрастающую потребность в энергии. Правительство должно было найти способ удовлетворить надвигавшийся энергетический голод, иначе стране грозил бы экономический кризис. Какой же был выход? Страна не располагала запасами нефти и газа, достаточными для спасения от энергетического кризиса, и не могла тратить много денег на импорт топлива. И тогда кого-то осенило. Почему бы не использовать бесплатный природный ресурс, которого в Бразилии в избытке – воду? Бразилия обладает 10% мировых запасов пресной воды. 40 тысяч километров ее рек могут опоясать земной шар. В случае использования огромного потенциала воды посредством гидроэлектрической технологии, потребность в энергии была бы удовлетворена без дорогостоящего импорта топлива. Бразилия мыслимо большими масштабами. Чтобы удовлетворить нужду народа в энергии, правительство решило построить одну гигантскую плотину. Найти подходящее место для большой плотины было непросто. Для производства необходимого количества энергии река должна быть полноводной, неширокой, с достаточно прочным скальным основанием, способным выдержать массу плотины. Это было подходящее место. На реке Игуасу находится один из самых больших в Бразилии водопадов. Но воды в ней в 8 раз меньше, чем нужно для громадной плотины. Инженеры проверяли 50 других мест. Ни одно из них не соответствовало требованиям. Но, наконец, идеальное место было найдено. Парана. Седьмая по величине река в мире. Она в четыре раза полноводнее американской Колорадо. В месте, которое называется Итайпу, река протекала по узкому глубокому ущелью. Изыскания показали, что ее скальное основание было способно выдерживать гигантский вес плотины. Итайпу казалось идеальным местом. Но существовало одно большое препятствие. Ущелье находится на границе Бразилии и ее давнего врага Парагвая. В 19 веке эти страны вели беспощадную войну. Парагвай потерял половину территории и деления. Даже спустя сто лет отношения между двумя народами были довольно прохладными. 1966 год. Начинаются сложные переговоры между двумя странами. В течение семи лет проект плотины находился на грани срыва. В конце концов, желание иметь выгодный источник энергии взяло верх над прочими соображениями. 26 апреля 1973 года Бразилия и Парагвай заключили договор. Строительству плотины Итайпу дан зеленый свет. Она должна была превзойти самые большие плотины в мире. Предполагалось, что она будет в 18 раз длиннее мощной плотины Гувейра и в 9 раз тяжелее ее. Что более важно, она должна была производить в 6 раз больше электроэнергии. Но самая большая гидроэлектростанция в мире требовала жертв. Огромное водохранилище, необходимое для приведения в движение турбин электростанции, должно было затопить многие гектары полей и лесов. Десятки тысяч людей оставались без крова. Навсегда исчезали места обитания тысяч видов животных, когда процесс строительства плотины становился необратимым. Май 1975 года. Старые враги Бразилии и Парагвай подписали исторический договор о начале строительства самой большой в мире гидроэлектростанции. Целью проекта было обуздание могучей параны и энергетическое изобилие для обеих стран. Бразильское правительство и иностранные инвесторы вкладывали в проект миллиарды фунтов. Инженеры-проектировщики нашли на реке идеальное место для плотины. Но чтобы ее построить, необходимо было изменить русло Параны, по которому она текла тысячи лет. В скалистом берегу нужно было пробить отводной канал, чтобы временно отвести реку от места возведения плотины. Длина 2 километра и глубина 80 метров делали его самым большим отводным каналом на земле. Но если бы не удалось правильно отвести реку, проект был бы обречен. Инженер Пьерро Сен-Бенелли участвовал в строительстве канала. Это была отчаянная борьба. Еще никто не пытался отводить такую реку, как Парана. Второе мая 1975 года. Строительство плотины Итайпу началось. Первой задачей было строительство канала, отводящего реку. Чтобы пробиться через скалу, понадобились три года взрывных работ, большое количество техники и человеческих сил. В ходе работ росла груда так называемого вынутого грунта. Через несколько месяцев эта груда земли и камней достигала размеров знаменитой горы Сахарная голова в Рио. Тем временем специалисты подсчитывали урон, который такая большая плотина могла нанести окружающей среде. Плотина Итайпу должна была превратить долину реки Парана в гигантское водохранилище. Территория, равная площади Чикаго, должна была оказаться под водой на глубине 100 метров. Малонаселенность долины была одной из причин ее выбора. Но на бразильской стороне оставалось 600 квадратных километров сельскохозяйственных земель и тысячи маленьких ферм. А на Парагвайском берегу – 470 квадратных километров джунглей, где обитали тысячи видов диких животных. Энергия достается дорогой ценой. К работе привлекли специалистов в области охраны окружающей среды. Они должны были определить, каких представителей флоры и фауны можно было спасти от приближающегося потопа. Впервые при строительстве плотины применялся план спасения. Но на этом этапе работали только 17 человек, в основном добровольцы. Бразилец Фернан Карбонар был одним из них. Это было начало движения в защиту окружающей среды. Но тогда ограничения и требования закона не были такими строгими, как сегодня. Это была гонка со временем. Если бы план спасения не осуществился до затопления долины, тысячи животных могли погибнуть, жизнь других оказалась бы под угрозой. Эта работа отнимала много времени. Наблюдение заключалось в том, что мы ходили по лесу, искали животных и их следы. Но здесь жили и 40 тысяч человек. Целые деревни и маленькие фермы, где жили многие поколения людей, должны были навсегда исчезнуть под водой. Людям полагалась компенсация, но власти должны были определить ее сумму. Предстояло провести одну из самых крупномасштабных операций по оценке недвижимости. Сначала всю территорию фотографировали с воздуха. Но этого было недостаточно, чтобы получить всю информацию, необходимую для подсчета компенсации. Поэтому туда отправили армию фотографов, которым пришлось обследовать каждый квадратный метр долины Параны. Эти мужчины и женщины выполняли важную задачу. Они должны были точно оценить каждый дом и прилегавшую к нему землю. Все записывалось и фотографировалось. Альберто Фрес оценил сотни домов. Дома были измерены, описаны и сфотографированы. Один за другим. Как и все имущество. До последнего стула. Если оценка затягивалась, то строительство отводного канала шло по графику. Через три года после начала работ строители были готовы снести бетонные перемычки и направить реку Парану в канал. 20 октября 1978 года, 8 часов утра. В обоих концах канала установили заряды взрывчатки. Наступил напряженный момент. Если бы взрывы повредили канал, строительство могло быть отброшено на годы назад. Это был фантастический, незабываемый момент. Взрыв был похож на фейерверк. Могучая Парана устремилась в свое новое русло. Это было большим достижением. Строители изменили течение одной из крупнейших рек Южной Америки. Но это был лишь первый этап. Часть воды текла по старому руслу. Необходимо было построить временные перемычки, чтобы отвезти всю воду из строившейся плотины в канал. Их сооружали, сбрасывая в воду огромные каменные блоки и перекрывая течение. Перемычки — временные сооружения. Но британский инженер Билл Бейт знает, что они должны быть очень надежными. Перемычки отводят реку от места возведения плотины. Если бы они рухнули, произошла бы катастрофа. В Бразилии выпадает осадков больше, чем в любой другой стране мира. Поднявшаяся вода могла разрушить перемычки. И тогда смертоносная волна обрушилась бы на сотни рабочих. Инженеры надеялись, что им удастся своевременно и благополучно эвакуировать рабочих. Пока строилась главная плотина, от огромной массы воды рабочих отделяла груда камней. Река была отведена. Наконец приступили к основной работе — возведению громадных стен плотины и тайпу. Но строители столкнулись с проблемой. Принцип работы гидроэлектростанции заключается в том, что вода падает с высоты на турбины, которые, вращаясь, вырабатывают электричество. Чем выше плотина, тем больше силы воздействия воды на турбины, которые вырабатывают больше энергии. Строители знали, рекордное количество энергии можно получить только в том случае, если вода падает с высоты 100 метров. Но глубина русла составляла только 50 метров. Что они решили? Построить дополнительные плотины. Увеличив высоту основной бетонной плотины, они решили бы задачу. Следовательно, нужно было перекрывать долину конструкции длиной в 7 километров. Осень 1975 года. Началось сооружение вспомогательных плотин. Между тем, оценка домов, ферм и земли, которым предстояло оказаться под водой, закончилась. Бразильские и парагвайские власти должны были выкупить 8,5 тысяч домов и ферм. Сколько это стоило? Треть миллиарда фунтов в сегодняшнем эквиваленте. Они добавлялись к многомиллиардной сумме, необходимой для строительства самой плотины. Последовали предложения компенсации. Большинство из них были приняты, некоторые люди подали судебные иски. Но инженеры больше думали о том, как в срок построить вспомогательные плотины. Требовалось больше рабочих, целая армия. Но в долине Параны жило немного людей. Единственный город Фосду и Гуасу был маленьким приграничным поселением. Ближайший большой город, Сан-Паулу, находился в тысячи километров от этих мест. Менеджерам проекта пришлось ввозить рабочих на эту территорию. Они привозили сюда десятки тысяч рабочих со всей Бразилии. Пришлось строить все, что должно быть в большом городе. Школы, больницы, церкви и детские сады. Для строителей плотины возвели новые дома. Чтобы кормить увеличившееся количество рабочих, создали систему общественного питания. Город Фосду и Гуасу рос с невероятной скоростью. В захолустный городок приехали тысяч тридцать рабочих. За одну ночь тихий городок превратился в оживленный город. Пока рабочие строили вспомогательные сооружения, инженеры работали над проектом основной плотины, которая должна была перекрыть реку в самом глубоком месте. Все плотины должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать громадное давление воды, скопившееся в водохранилище. Там, где позволяют условия местности, плотина может быть простой стеной, которую поддерживают скалы. Но у плотины и тайпу не было такой поддержки. Поэтому вся надежда была на вес и тайпу. Инженеры называют такие плотины гравитационными. Эта конструкция настолько тяжелая, что вода не может сдвинуть ее с места. Такая плотина должна весить 61 миллион тонн. Но надежную плотину можно построить только на надежном основании. Скальное основание должно быть чрезвычайно прочным. Малейший изъян может вызвать разрушение плотины и страшную катастрофу. Инженеры тщательно обследовали выбранное место. Результаты их обнадежили. Основание плотины было прочным. Инженеры знали один способ сэкономить деньги. Плотина из сплошного бетона весила и стоила бы значительно больше, чем проектный вариант. Стены основной плотины решили сделать полыми. При достаточном весе плотина сможет противостоять давлению воды. Она не обязательно должна быть из сплошного бетона. И полое она будет успешно сдерживать натиск воды. Основание полой плотины можно сделать шире из такого же количества бетона. К тому же стена плотины станет более пологой, и давление воды будет направлено на наиболее прочную часть основания. Более того, все оборудование можно разместить внутри самой плотины. Это оригинальное решение. Тем временем, группа специалистов по охране окружающей среды закончила осмотр затоплявшейся территории. Они обнаружили 129 видов птиц, 32 вида млекопитающих и 9 видов рептилий. Теперь надо было подсчитать количество животных и решить, куда их перевозить. Июнь 1979 года. Подготовка к возведению основной плотины шла полным ходом, и менеджеры решили не выходить из графика. Все шло хорошо. Но вдруг работа остановилась. Причиной оказалось скальное основание. Углубляясь в основание, мы обнаружили, что его состояние не такое хорошее, как мы думали. Это была обескураживающая новость. Изыскания показали полную надежность основания, и вот на глубине 20 метров строители обнаружили крошащийся слой породы, который пронизывали трещины. Возникли опасения, что он не выдержит веса плотины. В случае продолжения строительства плотина могла рухнуть. В скале пробили туннели, чтобы специалисты могли исследовать подозрительный пласт. Масштаб проблемы могло определить только тщательное обследование породы. Все молились, чтобы этот карман оказался в скале единственным. Тайны скалы пытался раскрыть инженер Каррадо Пьесентин. Это хороший камень, а соседний толстый слой, как видите, мягкий и не может служить основанием. Крошащийся пласт проходил в скале, которая должна была служить основанием. Строительство здесь плотины весом в 11 миллионов тонн было бы преступной безответственностью. Строители должны были найти решение и как можно быстрее. Наконец, придумали план, который мог помочь выйти из сложной ситуации. Строить плотину на этом пласте нельзя. А если его заменить? Инженеры сверили скалу, словно дантисты больной зуб, и заполняли ее сверхпрочным бетоном. Это решало проблему, но на дополнительную работу ушли бы лишние месяцы и 10 миллионов фунтов. Укрепление крошащегося пласта могло нарушить график строительства. Еще одной головной болью строителей становилось палящее бразильское солнце. Май 1982 года. 40 тысяч рабочих, строивших в глубине Южной Америки плотину и тайпу, столкнулись с катастрофической проблемой. Крошащийся пласт горной породы под основанием плотины мог вызвать разрушение тяжелой конструкции. Под угрозой оказалось будущее бразильской энергетики. Инженеры предложили решение, и, казалось, выход был найден. Каменный пласт под плотиной и тайпу просверлили как больной зуб и заполнили сверхпрочным бетоном, чтобы он мог выдерживать вес плотины. В это же время работы на центральной стене плотины продолжались. Рабочие должны были построить 18 бетонных блоков. Каждый блок изготавливали отдельно. Были построены гигантские стальные конструкции, которые должны были удерживать и распределять заливавшийся в них бетон. Но масштаб работ инженеров не беспокоил. Их тревожило то, что при обычном способе заливки бетон не затвердевал должным образом. Когда бетон затвердевает, цемент вступает в реакцию с водой и выделяется тепло. В небольших бетонных блоках температура снижается относительно быстро. Но внутри больших блоков тепло держится значительно дольше. А поскольку снаружи блок остывает быстрее, в нем могут появиться сотни трещин, существенно ослабляющих прочность бетона. Это была не единственная проблема. Температура воздуха в Бразилии часто поднимается выше 40 градусов. А в огромном бетонном блоке под воздействием Солнца она могла достигнуть 90 градусов. В результате появились бы слабые места и трещины. Инженеры проводили испытания за испытанием, проверяя, как поведет себя бетон в таких условиях под большим давлением. Даже у хорошего бетона есть предел прочности. Обычный бетон, высушенный Солнцем, был бы хрупким. Необходимо было найти решение. Наконец, инженеры нашли решение проблемы бетона. Требовалось охлаждение, причем крупномасштабное. Каждый грамм бетона должны были охлаждать две большие холодильные установки. Инженер Адельберто Чену вспоминает. Камень промывался ледяной водой и обдувался холодным воздухом. Нам удавалось производить бетон, средняя температура которого не превышала 4 градусов. У нас была действенная система доставки, поэтому, когда бетон заливали в формы, его температура достигала только лишь 7 градусов. Масштаб работ по охлаждению впечатлял. Две установки обладали мощностью 50 тысяч домашних холодильников. В июне 1982 года темп работ не снижался. Строительство плотины планировали закончить согласно графику через три месяца. Бетон, который изготавливали на шести заводах, подавался наверх с помощью семи канатных дорог. Цемент привозили за тысячи километров. Каждые 20 минут приезжал 40-тонный грузовик с цементом. Благодаря усилиям 40 тысяч человек плотина росла со скоростью возведения 20-этажного здания за 55 минут. С приближением завершения строительства скорость неуклонно возрастала. Адельберто Чену следил за графиком работ. Сроки нас поджимали. Мы работали в две смены по 12 часов, почти 360 дней в году. Работа продолжалась круглые сутки. Всю ночь люди и машины двигались на громадные конструкции словно в хорошо отрепетированном танце. Когда начался обратный отсчет перед затоплением долины, защитники окружающей среды приступили к делу. Они надеялись перевести 30 тысяч животных в новые места обитания в дикой природе в заповедниках. Люди знали, что на спасение животных времени оставалось все меньше. В это же время проводилась операция по перевозке 8,5 тысяч семей. Вопрос компенсации был решен путем долгих переговоров и судебных разбирательств. Одни получили деньги, другие – дома и землю. Некоторые семьи десятки лет жили и занимались сельским хозяйством в долине Параны. Для многих прощание с родным домом стало тяжелым испытанием. Обратный отсчет продолжался. Семикилометровая цепь плотин была, наконец, построена. И Тайпу стала одним из самых длинных и впечатляющих гидротехнических сооружений в мире. Но следующий шаг был крайне важным. Строители собирались перекрывать канал, отводивший реку Парану. После чего река должна была постепенно затопить всю долину и образовать озеро, вода которого вращала бы турбины электростанции. Давление воды на стены плотины равнозначно непрерывному напору 4 тысяч бульдозеров. Сделав тщательные расчеты, инженеры были уверены, что мощные стены, имевшие большой запас прочности, выдержат натиск воды. Заполнение водохранилища — ответственная задача. Бетонные стены плотины — единственные преграды, разделяющие огромную массу воды и 280 тысяч человек, живущих Хозду и Гуасу. А если бы плотину прорвало, прорыв большой плотины — это всегда большая катастрофа, потому что гигантский объем освободившейся воды создает волну, которая обрушивается вниз и производит страшные разрушения. Если бы стены и тайпу не выдержали, в Бразилии произошло бы одно из самых мощных за всю историю страны наводнений. Волна величиной с город понеслась бы по долине Параны. Двигаясь со скоростью 50 км в час, она смела бы все на своем пути, за исключением самых больших и прочных зданий. Количество жертв наводнения зависело бы от своевременности предупредительных мер. 3 июня 1976 года. Первое затопление водохранилища плотины Тетон в американском штате Айдахо. Строители обнаруживают трещину в стене плотины и пытаются ее заделать. Им это не удается. Через три дня треть плотины разрушилась. Местных жителей никто прорыв плотины Тетон причинил ущерб на сотни миллионов долларов. Но погибло только 14 человек. Это стало своевременным напоминанием об опасностях, связанных со строительством плотин. Октябрь 1982 года. Со времени начала строительства прошло семь лет. Наступил знаменательный день. Массивные шлюзные ворота вот в одном канале закрыли. Река Парана вернулась в свое русло. Она преодолела перемычки. Заполнила водохранилище. Что бы ни случилось, воду остановить было уже нельзя. С поднятием уровня воды давление на мощные бетонные стены увеличивалось. Водохранилище заполнялось 14 дней, пока его глубина не составила проектные 100 метров. Из района затопления всех эвакуировали. Но кто-то остался посмотреть, как их дома исчезают под прибывающей водой. 316 специалистов по охране окружающей среды из Бразилии и Парагвая пытались в последний раз спасти как можно больше оставшихся животных. Уровень воды медленно поднимался. Бывшие холмы становились островками. Но через несколько часов и им предстояло навсегда исчезнуть под водой. А пока они оставались последним убежищем испуганных животных. Как современные нои в маленьких ковчегах Фернан Карбонар и его коллеги пытались спасти последних животных. Мы использовали сетки, крюки для змей. Некоторых хватали за хвост. Вскоре животные могли зацепиться лишь за вершины деревьев, которые возвышались над водой. Спасателям также грозила опасность. Вода поднялась, и когда лодка утыкалась в вершину дерева, никто не знал, что поджидало нас в листьях. Иногда, повернув голову, ты обнаруживал в 20-30 сантиметрах от себя гремучую змею или какое-нибудь другое ядовитое животное. Если не считать нескольких царапин и укусов, спасателям удалось избежать серьезных повреждений. Спасение продолжалось несколько дней, пока поднималась вода. Через две недели долина Параны исчезла навсегда. водохранилище и Тайпу простиралось до самого горизонта. Гигантские стены плотины сдерживали напор воды, но ее подъем пора было останавливать. Если бы вода перелилась через верх плотины, стены могли бы потерять прочность и потрескаться. Последствия этого были бы катастрофическими. Инженеры предусмотрели эту опасность. У одного края плотины был построен водослив. Его можно сравнить с гигантским переливным отверстием в ванне. Когда уровень воды поднимается слишком высоко, она уходит в это отверстие и не переливается через край. Разница в том, что через водослив плотины проходит 64 миллиона литров воды в секунду. Если бы он был неправильно спроектирован, силы воды могла бы его разрушить, а строительство остановилось бы на много лет. Но репетиции в данном случае исключались. Первое использование водослива было его испытанием в деле. Октябрь 1982 года. Множество людей и представителей средств массовой информации собралось, чтобы стать свидетелями исторического события. Инженеры были готовы впервые открыть водослив. Появляется вода. Вскоре она превращается в ревущий поток. Слив работает. Он уменьшает уровень воды и давления. Этот управляемый водопад в 22 раза больше Ниагарского. В Бразилии появился самый большой на земле искусственный водопад. Инженер Адельберто Чену был свидетелем этого события. Это было незабываемое зрелище. Оно навсегда останется в моей памяти. Инженеры были довольны. Но водослив продолжал их беспокоить. Они боятся, что падающая вниз вода может повредить саму плотину. В лаборатории Фурнас в Рио-де-Жанейро Роберто Дассузо построил модели плотин, с помощью которых он анализировал последствия малейших ошибок в конструкции водослива. Используя масштабную модель водослива плотины, мы тщательно исследуем воздействие падающей воды, энергии, которую она выделяет, энергии, которая может повредить конструкцию. Падающая вода несет к основанию плотины большую энергию, вспенивает реку. Форма слива, напоминающая лыжный трамплин, должна гасить эту энергию. Вода, направленная вверх, теряет силу. Эффект рассеивания энергии очень важен. Правильно спроектированный водослив поможет сохранить саму плотину и берега реки. С помощью масштабной модели инженеры надеялись вычислить правильный угол трамплина. В случае ошибки вода могла размыть берега реки, а через несколько лет повредить основание плотины. Расчеты показали, что небольшое размывание неизбежно, но серьезных повреждений быть не должно. оставалось только наблюдать за берегами реки и надеяться на лучшее. Если бы в проекте имела место ошибка, плотине могла грозить опасность. Огромное водохранилище плотины Итайпу заполнилось водой и затопило тысячи квадратных километров сельскохозяйственных земель и джунглей. Специалисты по охране среды спасли 30 тысяч птиц, млекопитающих и рептилий. Но всем животным нужен новый дом. Кому-то нашлось место в других лесах, а 300 спасенных животных обрели новый дом в заповеднике. 700 квадратных километров леса исчезли в затопленной долине. Но на берегу водохранилища высадили миллионы саженцев. По современным стандартам программа защиты среды, осуществляемая «Витайпу», считается обычной. Но в 80-е она была новаторской попыткой уменьшить ущерб от строительства крупных плотин. Следующие 9 лет были завершающей стадии строительства плотины «Витайпу». Начались работы по монтажу непосредственно электростанции. установили 18 гигантских труб, по которым вода подводилась к турбинам. Вес турбин 800 тонн. Они такие большие, что для их доставки пришлось строить специальные транспортные средства. И это было еще не все. Большая часть энергии электростанции «Витайпу» предназначалась для крупных городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, но до них тысячи километров. По всей Бразилии протянулись линии электропередач. Ими можно полтора раза опоясать землю. Приближался момент пуска электростанции. Инженеры внимательно осматривали берега реки. Они искали следы повреждений от воды, несущейся по водосливу. Большие объемы падающей с большой скоростью воды могут привести к размыванию грунта. Насколько опасно такого рода размывание? То, что они увидели, им не понравилось. Инженеры провели точные измерения, произвели новые вычисления. Грозило ли размывание основанию плотины? плотины. Площадь К большому облегчению инженеров первоначальный прогноз оправдался. Площадь размывания не увеличилась. Это свидетельствует о том, насколько важно точно спроектировать водослив. Основанию плотины ничто не угрожало. Строительство Итайпу завершалось. Его темп не снижался. Но за самый крупный инженерный проект Южной Америки пришлось заплатить большую цену. Согласно некоторым данным, во время строительства плотины Итайпу погибло 145 человек. Май 1984 Гидроэлектростанция Итайпу была готова производить электроэнергию. Этого момента ждали все. Позади остались 9 лет напряженного труда. Верхнюю часть плотины подали воду. Она устремилась вниз и привела в движение турбины. Они начали работать одна за другой. В апреле 1991 года Итайпу стала самой мощной гидроэлектростанцией в мире. Она обеспечивала энергией 24 миллиона бразильцев в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 10 лет электричество подавалось без перебоев. До 13 30 21 января 2002 года когда внезапно остановились 13 из 18 турбин Итайпу. Производство электроэнергии прервалось. Инженеры терялись в догадках, что произошло. Рио и Сан-Паулу были парализованы. Светофоры не работали. На дорогах образовались 50-километровые пробки. Метро остановилось. Люди застряли в лифтах. Офисы, дома, заводы погрузились во тьму. Почему же отключилось электричество? В тот день Хосе Рикардо де Сильвейра дежурил на электростанции. Внезапно остановились генераторы и отключилась система подачи энергии в Бразилию. Мы не понимали, что происходит. неисправность была быстро обнаружена. Оказалось, что вышла из строя линия электропередачи. Система передачи электроэнергии не выдержала уровня мощности и тайпу и отключила ее энергоблоки. Было проведено расследование, после чего на модернизацию системы передачи электроэнергии выделили 12 миллиардов долларов. Жители Бразилии поняли, насколько они зависимы от электричества и тайпу. И через 20 лет после завершения строительства плотина и тайпу остается непревзойденной. Недавно инженеры признали ее седьмым чудом света нашего времени. Сегодня в Бразилии гидроэлектростанции производят 90% электроэнергии. Плотины подобной этой способствовали росту бразильских городов и промышленности и дали электричество людям, живущим в отдаленных частях страны. Но тем, кто слишком полагается на гидроэнергетику, приходится платить большую цену. Негативное влияние гидроэлектростанции на экологию вызывает обеспокоенность во всем мире. Верхушки мертвых деревьев водохранилища и тайпу служат напоминанием о навсегда исчезнувшей долине и той огромной цене, которую платят бразильцы за поиски энергии. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»